Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Счастье! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисус! Слава Иисус! Слава Иисус! Звучит повсюду, и в городе, и на селе. Вопросом этим заняты все люди, живущие под солнцем на земле. Прежде чем проповедовать, я вообще спрашивал, делал небольшой опрос, где же это счастье? И некоторые ответы, вот как отвечали люди. В основном это отвечали христиане. Приблизительно 12 человек, они ответили так, человек, верующий в Бога, христиане, счастливые люди, у кого есть Бог в сердце, в сердце, в котором живет Бог, Его присутствие в нас, это высшее счастье, человек, надеющийся на Бога. И вот в таком направлении ответили 13 человек. Поэтому где путь к счастью? К сожалению, многие люди ищут коротких путей к счастью, но где есть истинное счастье? Где этот путь к счастью? Я хочу, чтобы вы сейчас об этом услышали и узнали. Первое, что я хочу сказать, что счастье человек в общении с небесным Богом или Отцом. Счастье в общении, счастье в здоровых отношениях с Богом. Это то счастье, которое однажды в своей жизни потерял Адам. И после этого человек к этому счастью постоянно стремится. То есть человек не может быть счастлив и доволен без Бога. Еще раз. Человек не может быть счастлив и доволен без Бога. В Библии написано, смотрите, вы видите здесь два стиха. Блаженные нищие духом. Это люди, которые нуждаются в Боге. Люди, которые зависимы от Бога. И еще один стих. Только в Боге успокоится душа наша. Это счастье, которое Бог приготовил для каждого человека. Это действительно неописуемое счастье, когда у нас есть здоровое, хорошее взаимоотношение с Богом. Вы помните Каина, который когда-то принес жертву, и эту жертву Бог не принял. И получилось, что написано, что он сильно огорчился. Он огорчился не потому, что кто-то его обидел, но он огорчился, потому что жертва его была не принята Богом. Как узнать, мои отношения с Богом в порядке или нет? Если от этого зависит счастье, для меня это важно знать. И один из ответов, если мы способны огорчаться, расстраиваться и обижаться, значит у нас отношения с Богом не в порядке. Люди, которые огорчают нас, они были и будут. Но если это часть моей жизни, значит это не потому, что кто-то делает плохо, а это потому, что мои взаимоотношения с Богом не в порядке. И если вы стремитесь к истинному счастью, счастье, которое действительно приносит человеку удовлетворение в здоровых взаимоотношениях с Богом вечным и живым, то вы будете безмерно счастливы. Поэтому люди, которые доверяют Богу, люди, которые берегут взаимоотношения с Богом, они невероятно счастливы. То есть наше сердце, оно стремится к счастью неизменному, при успехе и при неудаче, к счастью, которое не зависит от обстоятельств или отношений других к нам людей. Поэтому нам нужно счастье, которое вызывает улыбку, вопреки горечи. Которое дает нам радость, несмотря ни на что. В этом и есть истинное счастье. Итак, чтобы быть счастливым, надо иметь здоровые отношения с Богом. Что это значит? Первое, что вы должны знать, наши поступки и дела не должны огорчать Бога. То есть есть дела, которые разрывают отношения, разрушают, а есть дела, которые созидают, строят. Поэтому, если я что-то допускаю в своей жизни, что может повредить взаимоотношения моим с Богом, значит, я не должен этого допускать в жизни. А еще важно знать то, друзья мои, что нам надо общение с Богом. Я не делаю то, что я не должен делать. Иначе, если я это сделаю, мои взаимоотношения с Богом пострадают. И я общаюсь с Ним. Я тянусь к Ним. Потому что я нуждаюсь в Нем. Смотрите. Для истинного счастья, для истинного счастья нужно то, что всегда и везде может быть с нами. И чего никто из смертных не может ни дать, ни отнять. Все. Все счастье в Боге. Во Христе едином. Если, послушайте меня, от прикосновения и общения с Богом, почему важно? Если, например, драгоценность какую-то, жемчужину, положить в темное место и долго ее не трогать, она потеряет блеск и красоту. Только через прикосновение она снова, снова и снова сиять будет. Так точно каждый из нас. Мы драгоценная жемчужина в очах Божьих. Но только прикосновение Божье к нам и наше к Нему, оно делает эту жемчужину снова сияющей и яркой, привлекательной для других. Все счастье в Боге. Во Христе едином. Тот, что потерял однажды Адам. Мы, как люди, пытаемся возвратить. И блажен тот человек, кто это все имеет. Во имя Иисуса. То есть наше предназначение жить в надежных руках Божьих. Именно там мы приобретаем свой цвет и красоту, как эта жемчужина. Аллилуйя! Если вы в надежных руках Божьих, вы будете сиять от счастья. Вы полагаетесь на Него и вы доверяете Ему. Мы не будем иметь счастья и покоя, находясь вдали от Бога. Человек, удаляясь от Бога, он крайне несчастен. Ибо только в Боге успокоится душа наша. Слава Богу! Аллилуйя! Дальше, где путь к счастью? Следующий момент, это довольное сердце и добрая совесть делает человека счастливым. Один человек мне так сказал, я путешествую по миру, ищу только одного. Я говорю, а что ты ищешь? Ищу довольных и счастливых людей. Путешествую по миру, вот я ищу только одного, довольных и счастливых людей. Я не знаю, например, чего вы ищете, но встретить такого человека очень здорово, а быть таким человеком вдвойне хорошо. Поэтому довольное сердце и добрая совесть, чистая совесть сделают человека счастливым. Вы знаете, что мудрец, он счастлив, довольствуясь малым, а глупцу всегда, всего мало. Вот почему все люди или многие люди несчастны. Великое приобретение быть благочестивым и что? Довольным. Слава Иисусу! И еще один важный момент, чтобы быть счастливым, надо быть благочестивым. Вы можете запомнить это, вы можете выучить наизусть. Чтобы быть счастливым, надо быть благочестивым. Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, тот блажен, тот счастлив. Блаженны чистые сердцем, ибо они что? Бога узрят. И поэтому истинное счастье, оно вечно, оно непроходящее. Никто не будет счастлив через несчастье других, но приобретает то счастье, которое может дать тебе только Бог. Запомните, счастье и грех не могут существовать вместе. Это два несовместимых понятия. Еще раз, счастье и грех, они не могут существовать вместе. В Библии написано, благословение на голове праведника. Еще раз, благословение на голове праведника. И когда просто я делал опрос, какого человека можно считать счастливым, то было несколько человек, которые говорили так, в страхе Божьем заключается истинное счастье. Другие говорили, счастливые победители. Три человека сказали, что счастлив человек из первого псалма. Я хотел бы, чтобы вы этот псалом немножко увидели. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, то есть счастлив, который не стоит на пути грешных, он счастлив и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его и о законе размышляет он день и ночь. И будет он как дерево посажено при потоках вод, который приносит плод свой вовремя свое и лист, который не вянет и во всем, что он не делает, успеет. То есть хочется мне сказать, что счастье оно не зависит от внешних обстоятельств, оно зависит от внутреннего состояния сердца. Это неприходящее счастье, это счастье несравнимо ни с чем. Поэтому блажен муж, который не ходит туда, куда не должен ходить, который не стоит, не останавливается и который не сидит, который уже просто пришел и делает греховные вещи, потому что он вначале пришел, потом сел, а потом начал этим грехом жить. Поэтому но в законе Господа воли его и о законе его он размышляет день и ночь. Итак, путь к счастью. Первый момент это мои взаимоотношения с Богом. Это мои личные взаимоотношения с Богом. Второй момент это мое довольное сердце и благочестивая жизнь. Мое чистое сердце и благочестивая жизнь. Третий момент счастье свое человек находит только в служении людям. Если вы не принимаете, если человек не принимает участие в чужом горе, он не может познать истинного счастья. Есть такое выражение счастьем поделись с другим. То есть путь к истинному счастью, чтобы служить, чтобы исполнять повеление Божье. Почему в этом есть особая прелесть? Почему у нас сегодня праздник Господу? Потому что все мы в какой-то мере кто больше или кто меньше служили вот этим молодым людям. И я хочу вам сказать еще еще нет большего счастья если вы видите чью-то измененную жизнь. Это не просто служение ради служения, а это результат и плод. Аллилуйя. И когда вы видите измененную жизнь, то все, что вы сделали до этого, сколько вы времени потратили или сколько усилий приложили, уже оно не имеет существенного значения, потому что вы будете невероятно счастливы и довольны. В Библии написано блаженные милостивые. то есть счастлив тот, кто умеет делать других, что счастливыми. Вообще благоземные, они гибельны для души, если мы не научились ими делиться с другими, если через все это не прославляется Иисус. Если, например, наша вера или религия не проявляется в каждодневной жизни и не получает или не помогает нам улучшить взаимоотношения с другими людьми, то это печально. Библия говорит еще раз блаженные милостивые. То есть добродетель это путь к исцелению от депрессии, это путь к счастью. Еще раз повторите вместе со мной служение. Служение. Милостивые люди, они помнят о нуждах других людей и служат им. Счастьем поделись другим. С другим. Когда я делал вопрос, то люди отвечали так. Счастлив тот, кто служит Богу, счастлив тот, кто движется в воле Божьей, тот, кто служит другим людям, кто исполняет свое призвание исключительно счастья человека быть при своем постоянном любимом деле. Кто видит себя нужным и иметь цель в жизни, тот счастлив. Человек живет настоящей жизнью, если счастлив чужим счастьем. Ну и последнее, то, что Витек сказал, счастье быть частью чего-то. Нет счастья в бездействии. Так ответили около десяти человек из числа опрошенных. Они верят и понимают практически, что счастье в служении. Многие христиане, которые посещают церкви, они просто ожидают, что им будут служить, но они сами не вовлекают себя в служение. Но если вы будете это делать, ваша радость и ваше счастье умножатся. И так еще и еще раз повторяю, счастье в служении другим людям. Ради этого стоит жить. То, что брат читал, помните, за ту женщину, которая принесла сосуд с лавастровым сосудом. Она не просто что-то сделала для Иисуса, она сделала это вовремя. Она увидела в Иисусе то, что другие не видели. Она просто встретившись с Ним увидела в глазах ее скорбь. И она самое дорогое отдала тому, кого она вовремя. если мы приходим на помощь людям вовремя, люди помнить вас будут через всю вашу жизнь. Служение везде, где будет проповедование Иванля, будет сказано в память о ней и о том, что она сделала. Сегодня дел не меньше, чем во времена Иисуса. Их становится все больше. И нам необходимо искать руководство от Бога, чтобы прийти к человеку вовремя и сказать одно может быть слово, которое приходит куда-то, но они не служат. Все мы призваны к служению. И через это служение прославляется Бог и восполняются нужды Божьего народа. Поэтому будьте счастливы и благословенны. Аминь. Следующее, если вы желаете, ищите этого счастья, в следующий момент счастья человека в здоровых отношениях с людьми. Я не знаю, как проходит ваша жизнь, но есть особое счастье в здоровых взаимоотношениях с людьми. Как начинается, например, ваш семейный день? Обычно люди, когда проснулись, они делают несколько вещей. И о чем они начинают говорить? Одни люди, проснувшись, говорят друг другу, что надо сделать. Другие делают замечания друг другу, значит, что не сделано. Третье говорят комплименты друг другу. Как начинается ваша жизнь? Вот вы проверьте, какое у вас было начало сегодня. Вот вы проснулись. почему это важно услышать? Потому что от ваших разговоров зависит не только ваши отношения, но и ваше счастье. Работа это то, что надо делать. Что-то не сделанное надо исправить, это точно надо. Но когда вы говорите комплименты друг другу, то эта работа сделается намного быстрее, причем ее будут делать с песней. Аллелуя. наше счастье, оно зависит от наших взаимоотношений, поэтому есть слова, которые разрушают или отравляют отношения, а есть слова, которые просто приносят нам радость, умножение наших сил и невероятное счастье. Поэтому наше счастье определяет наши отношения и наши достижения. Но даже достигая определенных высот, зарабатывая большие деньги, человек, не имея здоровых отношений, счастлив никогда не будет. Поэтому запомните, благоболучие рождает друзей, а испытания или просто какие-то трудности, они испытывают их. Многие люди на сегодня одиноки, потому что они своей злобой отвернули от себя тех людей, в которых они остро нуждались. У вас с каждым днем друзей становится больше или меньше. Это невероятное богатство и это то, к чему мы должны стремиться. Поэтому когда я делал опрос, то люди отвечали так, счастлив тот, кто любит и кто любимый. Величайшее счастье доступно человеку это любовь. Кто любил кем-то, кто не один, счастье и любовь всегда ходят рядом, ну и так дальше. Я думаю, что вы согласны со мной, что счастье невозможно без здоровых взаимоотношений, так или нет. И я не знаю, например, вы проверяете свою жизнь, чего в вашей жизни не хватает для полного счастья. Или ваши отношения с Богом не в порядке. Или же вы не служите другим людям, вы не вовлечены в служение, поэтому часто вы в унынии, в депрессии, потому что вы не заняты чем-то серьезным для Иисуса. Или у вас нет нормальных отношений, или у вас нету благочестивой жизни, что вам не хватает для полного счастья. Вот в чем вопрос. Я искренне желаю, чтобы вы были счастливы в Иисусе и служили благословением друг для друга. И последнее, путь к счастью, как вы можете быть счастливыми? Счастье в состоянии нашего сердца. Это вы уже покаялись, вы уже изменились, счастье, царство Божие внутри вас есть. Такого человека можно считать невероятно счастливым человеком. То есть, если ваше счастье зависит от других, от их отношений, от их поведения, если ваше счастье зависит от обстоятельств, вы еще не обладаете истинным счастьем, но есть счастье, которое человек может иметь внутри себя и жить невероятно счастливой победоносной жизнью. Поэтому состояние нашего сердца, обратите на это внимание, смотрите, когда я спрашивал других, какого человека можно считать счастливым, люди отвечали мне так, счастлив тот, кто радуется, счастлив тот, кто всегда радуется. Вообще счастье это состояние мирного человека. Счастливы кроткие люди, ибо это признак великой силы. Мудрого человека можно считать счастливым, и этот перечень можно продолжать. Я спрашивал где-то около 30 человек, а вы сегодня просто входите в эту большую команду, вы можете сами думать, какого же человека действительно можно считать счастливым. Мой последний момент или предложение это счастье, состояние нашего сердца. Вы видите, кроткий человек это тот, который имеет мир в сердце и радуется в жизни. Блаженные кроткие сердца. Можно идти дальше, чтобы вы еще увидели какая-то жемчужина, если человек имеет кроткое сердце. Смотрите, кроткий если обижен, радуется, если скорбит, благодарит, и гневливых украшает любовью. Разве это не чудесно? И гневливых украшает любовью. На это способны только кроткие люди. Кроткий спокоен в подчинении, в уничижении радуется и со всеми живет в мире. В чем я здесь вижу особые секреты благословения? Послушайте меня. Многие люди, они стремятся к счастью, и они строят так свою жизнь, что вот это еще сделаю, вот это еще приобрету, вот это еще изменю, и я буду счастливым. Правда, так мы мыслим, иногда к этому идем. Но в чем секрет истинного счастья? Библия говорит, ищите прежде Царства Небесного, а все остальное будет вам или приложится к вам. То есть, мы думаем, когда мы то и то изменим или сделаем, то это счастье приложится, придет. Но вначале должно быть вот это счастье, а остальное оно будет прилагаться и умножаться. То есть, друзья мои, если человек имеет внутри себя праведную жизнь, он живет праведно, если он радуется в жизни и в нем этот мир Божий присутствует, это человека можно считать счастливым, потому что счастье уже его не зависит от других. Он имеет то, что может дать человеку только Бог. Скажите слава Богу. Например, вы можете поехать в какую-то страну, увидеть Грецию, например, увидеть что-то захватывающее, красивое. Но если вы соприкасаетесь с Царством Небесным, извините меня, и Греция потускнеет. Царство Небесное это непревзойденная красота, величие и сила. И когда человек этим обладает, он невероятно счастлив. Поэтому мир это высшее благо, какие люди желают своей жизни. И этот мир, он приходит вместе с Царством. Радость это выражение наивысшего удовлетворения. То есть, если человек удовлетворен, то он будет радоваться, он будет невероятно счастлив. Поэтому Христос пришел в мир, чтобы изменить печаль на радость. Запомните, счастлив тот, кто радуется в жизни. Поэтому я хочу, чтобы все мы стремились к этому счастью, которое у нас никто не может отнять. Счастье внутри вас есть. Царство Божие внутри вас есть. Ищите этого Царства. Обладайте этим Царством и распространяйте это Царство. Царство Божие может распространять только тот, кто этим Царством обладает. Аллилуйя! Поэтому пусть нас благословит Бог. И заканчивая, хочу сказать, что Христос был невероятно счастливым человеком. Христос был счастлив. Если счастье это спокойствие духа, уверенность, мир, радость, душевная удовлетворенность, то сам Христос обладал высшей степенью счастья. О нем написано так. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословым, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Вот пример счастливого человека. Если вам этого недостаточно, тогда вы должны найти пример в вашем окружении. Вы в вашем окружении знаете счастливых людей? Про себя подумайте. А я вам предлагаю еще один пример счастливого человека. Это Павел и ученики Иисуса Христа. Смотрите, образец счастливого человека. нас огорчают, а мы всегда радуемся. Многие христиане не живут так. Мы радуемся, когда нас радуют. Мы радуемся, когда все улыбаются нам. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих что? Обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Скажите слава Богу. Итак, тема моей проповеди сегодня путь к счастью. Пойдете вы этим путем или нет, это выбор за вами. Но я хочу вам искренне сказать, что если вы даже не пойдете этим путем, вы все равно будете этого счастья искать. Потому что человек создан для счастья. Вы слышите меня? Вы можете выбирать другие пути, вы можете обращаться к другим источникам, но вы будете к этому стремиться. Но есть истинное счастье, и оно только в Иисусе. Где счастье? Оно не здесь, не в мире зла, не счастья. Оно о люди только во Христе. Аллилуйя! Слава Иисусу! Итак, два основных момента, где заблуждаются люди. Первое, что они надеются, что это счастье приложится. Оно придет, если будет то, это или это. Счастье должно быть главным в моей жизни. А потом все остальное будет прилагать сам Господь. Ищите прежде главное. Будьте счастливы и это счастье распространяйте на других. Аминь. И второе, в чем самая серьезная опасность? В поиске счастья. Я хочу это сказать молодежи. Если вы, например, не пойдете этим путем, то есть вы не будете искать здоровых отношений с Богом, вы не будете жить святой жизнью, вы не будете вовлечены в служение, вы не будете работать над своим сердцем. Послушайте, мир предлагает свои заменители. Это наркотики, это пьянка, это фан. И человек к этому стремится, почему? Потому что он желает быть счастливым. Но я хочу здесь вам искренне сказать, сколько не пей вина, водки всю, все не выпьешь, а счастье будет от тебя все дальше и дальше. Сколько не развлекай себя, будет мало. Фан, он не в состоянии заполнить пустоту человеческого сердца. Сколько не путешествуй по миру, будет мало. Это неплохо, но это не в состоянии удовлетворить запросы твоей души. Чем больше благ ты имеешь в своей жизни, или люди имеют, тем менее они довольны и счастливы. Чем меньше человек имеет, он доволен малым, и для счастья им надо так немного. Но чем больше удовольствий и благ в жизни любого человека, тем чаще у него нету ни радости, несчастья. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Поэтому я еще раз хочу обратить внимание, пожалуйста, обстоятельства ваши, они должны влиять на ваше настроение, на ваше поведение, на ваши отношения. Вы должны быть внутри совершенно другими людьми. Поэтому будьте счастливы и будьте благословенны. Безусловно, за это счастье надо платить определенную цену. Но приобретений будет очень много и они бесценны. То, что предлагает мир, это тоже чего-то стоит. Но кроме разочарования, в конце концов, он человеку ничего не приносит. Но если вы пойдете этим путем, вы будете счастливы на земле и на небе. Счастье наше, оно начинается на земле, а будет продолжаться во веки и веки. Поэтому будьте счастливы, будьте благословенны, вся слава только Богу. Аминь. Мы помолимся. субтитры, субтитры, субтитры,